Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня в Черкесске при поддержке главы Республики Рашида Темрезова открылся филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Его сотрудники прошли специальную подготовку и готовы оказать всю необходимую поддержку участников специальной военной операции. На открытии регионального филиала фонда побывал Артур Мхце. Примерно неделю назад в правительстве Карачаева-Черкесии официально объявили о скором начале работы регионального филиала Государственного фонда поддержки ветеранов боевых действий и их «Защитники Отечества». И вот сегодня в Черкесске по адресу улица Гагарина, 24, состоялось его открытие. В торжественной церемонии принял участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Здесь реально должна быть забота о каждом члене семьи. И мы в ближайшее время внесем еще дополнительный перечень тех льгот и тех позиций, которые мы сегодня делаем для наших военнослужащих, которые сегодня принимают участие в специальной военной операции. И по их возвращению целая программа у нас и по открытию частного бизнеса, и по займам у нас в ближайшее время ее обнародуем. Это все то для того, чтобы люди, которые завтра, наши ребята, которые завтра вернутся домой, вернутся они с победой, естественно, чтобы они могли заняться и бизнесом. Кто-то увидит себя, может быть, в какой-то политической деятельности, законодательной деятельности. Конечно, мы будем с каждым непосредственно и разговаривать, и предлагать. Для социальных координаторов была организована специальная подготовка. В муниципальных образованиях создали все условия для эффективного выполнения сотрудниками своих обязанностей. Руководителем филиала государственного фонда назначен Марат Абазалиев. Мы будем работать конкретно с людьми и оказывать точечную помощь всем, кто к нам обратится. – Специалисты фонда находятся только здесь или по муниципальным образованиям тоже какие-то будут? – Муниципальное образование у нас 25 человек социальных координаторов, которые прошли обучение в Пятигорске. Несмотря на то, что основным видом деятельности защитников Отечества считается поддержка ветеранов специальной военной операции и членов их семей, полномочия организации куда шире. Помощь будут оказывать также всем ветеранам боевых действий. Предусмотрено постоянное взаимодействие отделения с многофункциональным центром рядом региональных министерств и ведомств, в том числе в сферах здравоохранения, труда и социального развития. Артур Махцей Мухаммеда Шабоков, Вести, Карачао, Черкесия. В день российского предпринимательства бизнесмены и республики получили грамоты и благодарности за вклад в экономику региона. Церемония награждения состоялась на площадке Центра молодежного инновационного творчества. Пригласили на торжество около 50 успешных представителей бизнес-сообщества нашего региона. В чем секрет успеха, узнавала Альбина Ламкова. От души поздравляю всех своих коллег с этим знаменательным днем. Желаю всем процветания, благосостояния в это нелегкое время, чтобы никто не сдавался и шел вперед к своей цели. Очень важно заниматься любимым делом, потому что если ты не любишь то, чем ты занимаешься, если это просто способ зарабатывания денег, это не приносит удовольствия. Деньги получаются легко и хорошо, когда ты любишь то, что ты делаешь, когда ты понимаешь, что ты делаешь и когда ты радуешь людей. Бизнес Фатимы Ибзеевой процветает. Она успешно развивает свое дело в сфере легкой промышленности. Данный сектор экономики России стал особенно актуальным в прошлом году после ухода зарубежных брендов с российского рынка. Переду отраслью крайне остро встал вопрос о важности развития собственного производства и преодоления проблем в ближайшей перспективе. Легкая промышленность в нашей республике занимает ведущее место. Огромен потенциал региона и в сфере туризма. Ежегодно растет поток туристов в республику. Наши курорты стабильно входят в топовые направления для путешествий. Республика богата природно-ресурсным потенциалом. Гости, приезжая из далеких стран, отмечают, что для них вообще понятие рая, вот если мы будем брать конкретно Арабские Эмираты, у них представление о рай, это и есть Карачаево-Черкесия. Они очень часто спрашивают, что для нас рай, если мы уже живем в раю. Поэтому нам бы очень правильно, очень вкусно, так бы крамотно преподнести бы все наши прелести, и гости будут возвращаться всегда. Власти региона активно развивают ту сферу сельского хозяйства, поддерживая звание Аграрной Республики. Но все же есть над чем работать, говорит руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий. Отдельное внимание в этот день получили предприятия и предприниматели, которые принимают участие в сборе гуманитарной помощи для жителей ЛДНР и новых территорий, а также грузов, поддержки для наших земляков, находящихся в зоне проведения спецоперации. Предприниматели любой отрасли играют ключевую роль в развитии республики. Благодаря своим необычным идеям, нестандартному подходу к решениям задачи и смелости, они создают рабочие места и повышают уровень экономики региона. Ключевую роль играет сфера малого и среднего предпринимательства. Центр «Мой бизнес» Карачаева-Черкесия активно поддерживает и помогает бизнесменам во всех начинаниях. Также предприниматели активно посещают выставки и бизнес-миссии от Центра «Мой бизнес» Карачаева-Черкесии. В результате подписан ряд контрактов как с зарубежными, так и с российскими бизнесменами. От имени депутатского корпуса участников мероприятия поздравила депутат парламента Карачаева-Черкесии Фатима Карданова. Она вручила представителям бизнеса грамоты Президиума Народного Собрания Республики. Ведомственными грамотами и благодарностями наградили предприниматели и представители Министерства экономического развития. В выступлении было отмечено, что предприниматели – это самые энергичные и инициативные люди, умеющие организовывать и успешно развивать свое дело. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести Карачаева-Черкесия. В Общественной палате Республики прошло заседание рабочей группы по кадровой подготовке специалистов. Представители бизнеса, власти и образования Карачаева-Черкесии обсудили проблемы, возникающие в сфере подготовки специалистов, востребованных на рынке труда Республики. Развитие легкой промышленности, туризма и других отраслей в Карачаева-Черкесии предполагает новые рабочие места. Задача рабочей группы Общественной палаты – наладить взаимосвязь между работодателем, образовательным учреждением и органами исполнительной власти, чтобы эффективнее готовить специалистов, необходимых региону. Участники обсудили проблемы и предлагали пути их решения. Сегодня в некоторых районах Карачаева-Черкесии последний день весны выдался не совсем теплым. Местами прошел град и сильный дождь. Ну а сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Карачаево-Черкесия В республиканском детском доме в микрорайоне Московский отпраздновали победу сестер Лекаревых. Девочки участвовали во всероссийском конкурсе рисунков и стенгазет, посвященных ко Дню Победы. Как прошло мероприятие, а кто приехал поздравить победителей и конкурсантов, расскажет Альбина Курачин-Вакенжева. Накануне, в Международный день пропавших детей, добровольцы отделения Национального центра помощи детям по республике посетили детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для всех ребят были проведены развлекательные мероприятия с аниматорами. Воспитники детского дома были рады красочному празднику и танцам. Кроме того, гости приехали с вкусными лакомствами. Кульминацией праздника стала победа во всероссийском конкурсе рисунков сестер Лекаревых. Если вы видите, что совершается какое-то преступление, какое-то правонарушение, если вы видите, что кого-то обижают, обижают слабого, может быть, вы понимаете, да, обижают тех, кто сильнее вас, вы не можете физически им противостоять, сообщите об этом, расскажите. Расскажите, позвоните в полицию, расскажите администрации, расскажите взрослым, потому что взрослые всегда помогут, найдут причину, найдут возможность вам помочь. Никогда не оставайтесь равнодушными, если видите какие-то проблемы. Всех участников конкурса добровольцы центра не оставили без внимания. Победителям и участникам межрегионального конкурса добровольцы вручили ценные подарки и призы. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов провели урок безопасности и рассказали детям, как вести себя в различных чрезвычайных ситуациях. Также провели занятия по теме безопасный интернет. А вы сегодня ожидали, что вы выиграете? Нет, мы сегодня не ожидали. Ну и какие у вас эмоции, впечатления? Ну радость, неожиданность, радость и приятно, что мы выиграли в таком конкурсе. А дальше будете? Планируете участие? Да, мы тоже принимаем в некоторых конкурсах участие именно по рисункам. И дальше так будет тоже. Руководители Али Байрамкулов и добровольцы Национального центра помощи детям выразили огромную благодарность уполномоченному по правам ребенка Натальи Бондаренко, сотрудникам МВД по КЧР и Следственному управлению по республике, а также представителям Совета отцов за поддержку в проведении мероприятия. Альбина Курочинова-Кенжева, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкисия. Аллергия стала одним из основных заболеваний, которым страдает человечество. Причин очень много. Начиная от экологии, питания и заканчивая различными генетическими предрасположенностями. Начало лета – это период, когда уже отсвели ранее цветущие деревья и уже зацветают основные злаковые травы – ежа, овсяница, тимофеевка, которые и вызывают аллергические симптомы, вплоть до бронхиальной астмы. Можно ли раньше узнать возбудителя триггера аллергического заболевания и подобрать правильную терапию? Это можно сделать, посетив школу здоровья. Алла Динаева подробнее. Любое заболевание легче профилактировать, и поэтому основной целью врачи ставят просветительскую работу населения. Мы регулярно проводим различные школы здоровья. Аллерго-школа, школа астматика, школа топического дерматита, школа диабета и так далее. Где в течение нескольких часов мы с коллегами в формате презентации отвечаем на все вопросы. Вход абсолютно свободный. Часто приходят уже на последующие школы с друзьями, с коллегами, с членами семей. Вот, они проходят в таком у нас дружественном формате. На этот раз для проведения школы здоровья пригласили доктора Ольгу Жоголеву из Санкт-Петербурга, главного аллерголога СКФО Ольгу Уханову, а также врачей из различных регионов. Об аллерген специфической иммунотерапии, которая основана на том, что наша иммунная система оказывается способна привыкать к аллергенам и перестает с ними сражаться, подробно рассказала Ольга Александровна. Пока ученые не смогли вычислить, а кто эти люди, почему у кого-то проходит, у кого-то нет. Есть разные версии. Генетика, микрофлора, характер питания, изначально какие-то особенности того, как эта аллергия сформировалась. Но тем не менее мы знаем, что иммунная система это умеет. И вот оказалось, что мы можем сымитировать такой контакт с аллергеном, при котором у большинства людей запустятся вот эти процессы прохождения аллергии или развития толерантности, говоря медицинским языком. Увы, это не излечивающая терапия, но способ усыпить аллергию надолго, увести ее в ремиссию или максимально уменьшить симптомы и повысить качество жизни, говорили выступающие. Привлечение людей, которые владеют информацией и несут ее в наш регион, это очень-очень большое дело. Надеемся такие мероприятия проводить хотя бы один раз в полгода и придавать им огласку, чтобы был больше масштаб, чтобы как можно больше людей могли в таких мероприятиях поучаствовать. Абсолютно без оплаты, да, абсолютно из лучших побуждений, скажем так, да, и чтобы у людей была возможность в присутствии аллергологов всего, в принципе, там, северокавказского округа, да, и близлежащих регионов задавать вопросы их интересующие и собирать информацию для себя. Аладдинаева Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева, Черкесия. Как часто жители Карачаева, Черкесии пользуются сетью интернет? Итоги выборочного статистического наблюдения по вопросам использования населения информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в 2022 году подвели в северокавказстате. И вот какие результаты получили. В итоге 2022 года складывается такая картина, что более 90% пользовались сетью интернет, а прошлого населения в возрасте 15 лет и старше в течение 2022 года пользовались сетью интернет. В том числе доля активных пользователей, тех, которые выходили в сеть каждый день или почти каждый, составила более 81%. Но по сравнению с прошлым годом показатели эти улучшились, возросли. Сегодня в Карачаево-Черкесии день долгожданного большого футбола. На стадионе Нарт встретились команды Нарт-Черкеска и Дагестан-Каспийск. Игра закончилась со счетом 4-2 в нашу пользу. Подробнее о матче расскажем в наших завтрашних выпусках. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Паромщица». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин